добрый день мои дорогие сегодня расскажу вам как мы побывали в италии и при возможности там остаться приняли решение уехать из италии сперва-наперво хотел всех поблагодарить за теплые комментарии под видео про норвегию я не ожидал что это видео наберет за три недели 200 тысяч просмотров и три с половиной тысячи комментариев большое вам спасибо не ожидал от таких теплых комментариев именно эти теплые комментарии вдохновили меня записывать видео дальше перри на переименовать канал потому что изначально ну я не блогер и этот канал это было не канал просто я записывал видео для себя на память сохранял видео с красивых мест без звука без ничего но только благодаря этим порядка двух с половиной тысячам теплых комментариев я принял решение я принял решение вести этот канал и общаться с вами мои дорогие а тем кто написал плохие комментарии плохие комментарии плохих комментариев мало их из трех с половиной тысяч суть не может полторы я вам скажу да вы-то многие писали что вот вы вонючки будешь бродите по европе клянчите пособия да я вам скажу что мы не просто были в норвегии мы были еще и в италии и в германии да и мы уехали из этих стран поэтому я вам расскажу эти истории я на вас не злюсь единственное чем я удивлен что практически все вот эти негативные комментарии на украинском языке я так понимаю что это мои земляки которые просмотрели видео поняли что мы украинская семья с маленькими детьми которые спасаемся от войны и они несмотря на это решили выплеснуть такой негатив я удивлен от земляков такое но как говорится эта тема еще ждет своего исследователя а мы едем дальше так вот летом 22 года полгода уже как шла война мы приняли решение выехать из украины мы не планировали сразу никуда эмигрировать выезжать переезжать возможность выехать у меня лично было потому что у меня с 2007 года был белый билет этот белый билет я военкомате подтвердил сделал официальную справку что не пригоден к службе сняться военного учета и возможность выехать было с первых дней войны но как бы я привык к этому всему ну к этой войне к этим срывом бабахом и как и жене но дело в малышах мы жили на окраине города города одессы и как раз на этой окраине города сосредоточены все как говорится стратегические объекты рядом было две военных части установка пво пво я не буду называть где это было это нельзя так говорить но эти взрывы дети просто просто и мы боялись что малыши останутся за иками это было настолько громко эти взрывы эти хлопки и этапово ну в общем эти сирены ну и плюс официальные власти украины заявили что россия начала бить по подстанциям и будут отключения света вероятнее всего зимой и отопление мы приняли решение пересечь границу с молдови на румыну на румынию переехать снять там квартиру там жила наша знакомая и пересидеть зиму да и вернуться пересекли благополучно границу приехали в румынию и уже непосредственно в румынии знакомая нам сообщила что цены на квартиру там тысячи евро в месяц это сложно найти ну в общем ну мы так подумали 6 месяцев это серьезная сумма но не были не готовы пока мы стояли как говорится на заправке ели хот-доги пили чай думали что теперь делать супруга сообщила что ее сестра в италии они созвонились то сказала что вот тут есть место беженцев селят бесплатно ну в общем приняли мы решение двумя машинами я моя супруга и два малыша наша семья на одной машине и родители супруги с два старика на второй машине сзади ехать в италию поехали мы в италию путь был невероятно долгий от украины до рима две с половиной тысячи километров плюс дорогу мы не знали это все было спонтанно это было очень жарко ехали мы по google навигатор увел он нас и полями и непаханными полями и и и какими-то горами и какими-то туннелями ну в общем дедушке в дороге становилось плохо ну старику за рулем это но это нереально тяжело это другие страны другие правила потом на пароме пришлось отдать большую сумму с черногории до италии чтобы не обижать по венеции в общем добрались мы до италии в самой италии непосредственно пункте приема беженцев сестра нам нас не встретила мы туда приехали сами а там нам стали ну нету мест слишком много украинских беженцев наш регион переполнен но мест нету едьте в другой город лаквила если я не ошибаюсь город разрушенные землетрясением лет 30 назад полностью разрушенный сейчас чуть-чуть восстановленный 100 километров от тирама нас направили туда и сказали что возможно там вы найдете место для подселения ну а если нет то нет как это так каким-то чудом какой-то итальянец там мы с ним попытались разговориться и он нам помог отвез нас в отель ну старый заброшенный отель который старик итальянец организовал под жилье для беженцев там жили другие украинцы нам моей семье дали одну маленькую комнатку с тремя кроватками дедушки с бабушки дали другую комнату ну в принципе это было обычные комнатки с кроватками без кондиционеров без ремонта но мы были довольны по питанию пообещали бесплатное питание ну как такового питания бесплатного не было этот старик итальянец привозил помидоры дыни там со своего огорода какие-то хлеб какие-то кухня мы сами себе покупали мясо сами готовили плюс знак признательности этому итальянцу мы убирали и вокруг того большого отеля и внутри женщины мы ли ну и мы с ним подружились все было классно относительно самой италии вы понимаете если первый раз приехать в италию эта архитектура этот город рама это широта и долгота та же что и рим только рим слева на том стране и далее от и рама это справа это по моему адриатическое море это шикарно это история эта архитектура этот климат но это просто романтика я вам скажу мы первые наверное месяц недели три наверно точно не стрянут уж это было жарко там начало лета я телефон не прятал мы снимали это было столько красивых мест все другое ну это просто блин это италия это просто это надо увидеть побывать там и потусоваться мы начали ездить каждую для машина на газу машина простая skoda простая skoda на механике на газу я поставил еще в украине поэтому расход газа 78 литров газа в италии газ был 70 евро центов бензин там и рубль 20 ну в общем это недорого было начали мы сразу все обследовали море все красиво да мы начали сравнивать цены с украиной да конечно цены намного дороже сразу я там времени терял начал даже немножко работать работать в каком плане в этом конкретно регионе обруца было огромное множество в этом городе ты рама и в окрестных селах джулианова и все остальные очень много украинцев и вы же понимаете много женщин детей и очень много людей почти все без машин ну мало кто две с половиной тысячи километров припрется блин на своей машине а купить там машину по местным законам попу ну не просто там надо разрешение виды на жительство плюс машина стоит денег ну в общем а в италии несмотря что это не самая богатая европейская страна невероятно дорогое такси с рима до террама 150 километров проехать это 600 евро 600 евро а людям надо ездить сты рама в рим потому что время консульство украины многим надо ездить было продлевать паспорта делать визы ну там канадское посольство многие ездили после канады и те немного ребят там порядка пяти человек создали каждый свою телеграм-группу и возили украинцев не за 600 евро там а за 30 евро в машине как я возил машине у меня четыре места я брал четыре три раз нет четыре человека один сзади трое один спереди трое сзади по двадцать пять тридцать евро и мы ехали туда я их отвозил ждал под посольством иногда мы делали маленькую курсию по риму и возвращались обратно и вот так почти каждый день я ездил у меня была своя группа в которой было порядка 50 человек плюс там некоторые украинцы были ну не бедные скажем так с деньгами которые хотели путешествовать скажем так понятно что с рима во флоренцию или в венецию такси будет стоить две тысячи евро я их возил за 200 евро ну так нога 100 и 100 оставалось и вот так вот я еще увидел и флоренцию и ряд крутых городов возил людей вместе с ними как на экскурсии потом тоже проявил предпринимательскую жилку много женщин которые там уже и давно жили и нашли там работу сиделками боданта это по-моему называется из копии получили документы и уже скопили какие-то пару тысяч долларов чтобы купить свой автомобильчик какой-то маленький фиат пункта но факт в том что выучиться там направо тоже 6000 евро я начал проводить курсы вождения брал по 20 евро за урок и у меня было много желающих да как-то я подрабатывал какую-то там тысячу евро в месяц таким образом я зарабатывал и в принципе в принципе с бесплатным жильем ну можно было жить записался себе в тренажерный зал плюс вот эта работа плюс в море семья дети малыши и гуляли прогулки все классно но есть нюансы как вы понимаете жить с тещей естествием это тяжело старики ну все люди всем этом все украинцы в стрессе как говорится оторваны от дома в каком-то всем этом непонятном ну и люди чуть-чуть на взводе ну и мы начали как вы знаете дети и родители ругаться ссориться началась какая-то напряженность ну это один нюанс это одно какие вот почему нас подвигло почему мы не прижились мы начали начали интересоваться нам очень понравилась италия прямо очень понравилась италия ну мы начали интересоваться общаться какие-то зарплаты как можно получить как можно тут остаться как можно кем тут можно работать ну и все вот эти нюансы и что мы узнали что язык итальянский не тяжелый за год его можно выучить но есть нюансы италия довольно бедная страна и найти там работу там даже очень много местных очень много местных которые безработные приведу один пример в джулианове как подъезжать пляжу есть один большой супермаркет не придал по моему большой крупный супермаркет и мы в него приезжали там покупали еду и я начал пару раз заходили я начал замечать что при входе в отделе там где овощи ну а в итальянском супермаркете много овощей плюс там жарко они портятся ну вы же понимаете это не самое престижное место отдел овощей среди работников супермаркета так вот в этом отделе среди овощей тусуется молодой итальянец лет 25 высокий красивый ну прямо актер весь татуировках накачанный я сначала подумал что это какой-то директор директор этого супермаркета думал ходит там что-то проверяет или что перелаживает эти помидоры ну может думаю работящий директор мало ли и потом я спросил я его пару раз увидел и потом я узнал что это никакой не директора обычный работник этого супермаркета а почему же так почему такой с виду успешный человек ну оказалось что в италии невероятно трудно найти работу даже вот такую его зарплата составляла в районе тысячи евро и вот он нашел эту работу и он самый счастливый человек в мире и он даже не будет никуда увольняться искать какую-то другую работу потому что это невероятно тяжело и он уже есть счастливчик что он нашел себе постоянную работу и на ней он будет работать до пенсии потому что у итальянцев пенсия не больше тысячи там районе тысячи евро и они имея там свой какой-то огородик виноградничек там и плюс пенсию они шикарно себе живут ну не шикуют но живут в достатке пьют друзьями свое вино общаются и все вот это их не менталитет это ихняя жизнь они ленивые у них эти все они могут закрываться то есть раньше в магазин эти как этих кофе таймы называются там кастиль я забыл прошло полтора года мы уехали из италии и в общем мы поняли что найти работу в италии без знания языка да даже ты можешь потратить там два года выучить нормально этот язык но ты просто станешь в один ну ты все равно ты не местный даже не станешь в один раз безработными итальянцами что ты не итальянец ты не местный попытался я что я умею водить машину есть украинские права которые дают право разрешения пытался узнать как можно работать водителем например водителем такси я был очень удивлен когда узнал что ну нереально стать водителем такси в италии по одной простой причине что там такая же система как и в испании чтобы стать водителем такси официально ну а не официальных там нету мужу просто выловят и зарежут так вот чтобы стать водителем такси в италии надо купить лицензию за 120 тысяч евро за 120 тысяч евро пожизненная лицензия и других вариантов нет есть один вариант перекупить какую-то лицензию уже устареющего таксиста который не хочет работать таксистом но минимум цена 80 тысяч евро я сначала не поверил начал перепроверять и да это так в общем погуляли мы позагорали и ну и поняли что конечно в италии все хорошо можно тусоваться но ты тратишь свои деньги и тратишь свои деньги плюс какие-то напряженности дома с родителями и мы начали я начал задумываться что-то понятно детьми занимался я начал задумываться ну какие у нас есть варианты что мы можем предпринять куда мы можем поехать и варианты были у нас ну всего лишь два если там не учитывая что многие посмотрел youtube по моему едем мы во францию там ю тубе говорят во франции класс у нас были конкретные знакомые один был в германии и двое знакомых были в норвегии и вот мы приняли решение ехать сначала в германию а потом в норвегию в один прекрасный день пробыв в италии два месяца и поняв что италия крутая страна для туриста шикарнейшая страна для туристов который можно проводить месяц в году это просто венеции и все эти города это ну это просто шикарно это просто ну это вынос мозга там просто ты восхищаешься этой архитектурой и величием этой римской империи и венецианской республики всего 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 но остаться там жить и заработать себе деньги хотя бы даже на скромную жизнь речь о своем жилье даже не шла хотя бы просто на скромную жизнь это невозможно просто невозможно и вот в один прекрасный день в 5 утра загрузились мы в автомобиль попрощались обнялись с родителями и поехали на германию ну а что было в германии расскажу в следующем видео обнял